МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полоса для велобайкеров. Деньги на строительство велосипедной дорожки в Благовещенске выделили областные власти. Спустя 6 лет в столице Преамурия возобновляется партийный проект по благоустройству дворов. Тают и пугают. Управляющие компании борются со снегом и сосульками на крышах. Расти они начали раньше обычного. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Новые тротуары, освещение и автобусная остановка к осени появятся в поселке Радиоцентр. А из Благовещенска до поворота на Маховую пать протянется велосипедная дорожка. Сегодня в правительстве Преамурия распределили средства дорожного фонда. В этом году их больше. Почти на полтора миллиарда рублей. На областные и муниципальные дороги потратят 5,5 миллиардов рублей. Отремонтируют 287 километров проезжей части. Построят 5 мостов. В городах и селах проведут освещение, водоотведение, отреставрируют тротуары. Благовещенск получит 335 миллионов рублей. В планах обновить в городе порядка 20 участков улиц. Каких специалисты окончательно определят в течение месяца. Но уже точно известно, что начатая в 2016 году работа продолжится в 800-м квартале и на пятой стройке. А еще у велосипедистов областного центра впервые появится официальный маршрут для городских прогулок. По Благовещенскому самому сделаем дорожку, выводящую за город, чтобы люди могли выезжать. Потом они по дублеру новотройки до картодрома, где озеро находится Чигиринское, до туда доезжают, до картодрома. И уже вдоль трассы, леерка должна разгорожена быть, они поедут до Моховой Пади. Приступить к работам строители планируют в марте, а закончить их не позднее сентября. Летом при Амурье ждет еще одна масштабная строительная кампания. Благоустраивать будут дворы. Деньги даст федеральный бюджет в рамках нового партийного проекта «Единой России». Вполне вероятно, что большая сумма поступит именно в Благовещенск. Ведь наш город единственный в области, где массовый ремонт придомовых площадок уже проводился. Кем, как и когда, сейчас узнаете. До момента асфальтирования, пока мы не попали в эту программу, вот здесь были просто корни от деревьев. Ходить возможности вообще не было. Широкой и ровной эта пешеходная дорожка стала шесть лет назад, рассказывает старшая дома по Политехнической 30. В 2011-м пятиэтажка стала участником проекта правящей партии «Новые дороги городов России». За федеральные деньги в течение месяца строители осушили лужи во дворе, заасфальтировали проезд и тротуар, сделали водоотведение, уложили новый бордюрный камень и даже помогли жильцам найти применение старому. То, что они вскрывали, я спросила, говорю, а этот камень куда? Они говорят, на утилизацию. Я говорю, боже упаси. И мы его взяли, нам компания помогла, мы сделали вот у нас клумбы, которые вот здесь около дома. Это всё уложен этот камень. Мы его побелили, подкрасили и теперь это будет годами стоять. Жители Политехнической 30 тогда оказались в числе 106 счастливчиков, в котором тротуары и дворовые проезды полностью обновили за счёт федеральных средств. Увы, но в 2012 в проект «Единой России» Благовещенск уже не попал. Ремонт дворов продолжился за счёт городских и областных средств. Темпы, конечно, упали. В 2012 году 50, в 2013 всего 5, в 2014 уже 32, в 2015 ещё 30. Новый всплеск внимания к придомовому благоустройству произошёл, когда мэром Благовещенска стал Александр Козлов. Курировать ремонтную кампанию он будет вновь, теперь уже на посту губернатора. В 2017 году «Единая Россия» запускает очередной партийный проект по благоустройству. «Этот проект очень нужный, важный. И самое главное, что в нём участвуют люди. Они принимают решение, что им нужно сегодня. Либо добавить стоянку, либо определённый городок для детей. Где-то освещения не хватает». Какую сумму получит областной центр, пока неизвестно. Уточняется и требование к дворам участникам проекта. Но жители десятка благовещенских многоэтажек уже во всеоружии. На свои собственные средства они подготовили проектно-сметную документацию. «Нам повезло, что у нас есть такие жители, которые это уже сделали. Поэтому часть работы, которая для многих регионов будет только новой, она у нас уже пройдена. Потому что в этом положении, которое мы получим до 1 февраля, там уже будет точно прописано, каково будет участие жителей. Или варианты участия. Это финансовое участие, физическое, то есть они непосредственно будут выходить и что-то помогать делать. Или какое-то другое иное». Подробные условия участия в проекте станут известны 1 февраля. Условия финансирования уже определены. 77% средств даст федеральный бюджет. Оставшиеся 20 с небольшим должны будут найти город и область. Госэкспертиза проекта «Моста через Амур» будет готова в ближайшие дни. Строительство трансграничного перехода обсудили на очередном заседании штаба в областном правительстве. Такие заседания проходят еженедельно. Сегодня обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с подготовкой документов. Сейчас созданная для строительства совместная международная компания оформляет банковские гарантии и договоры банковского сопровождения. Заключаются договора по энергообеспечению данного проекта, по строительному контролю, по строительному надзору. Договора на формирование закрытой зоны строительства, потому что строительство будет вестись на пограничной территории. Несмотря на то, что в этом проекте не задействован областной бюджет, а вовлечены средства китайского банка, требования к подрядчикам очень жесткие. Ход строительства находится под полным контролем правительства при Амуре. Синоптики обещают благовещенцам снегопад. Несмотря на то, что обильным он не будет, обслуживающие компании осадков ждут с содроганием. Ведь у них в самом разгаре чистка крыш. У героев нашего следующего сюжета на повестке дня их четыре. Какую кровлю сложнее всего убирать и почему теплая погода не лучший союзник в этом деле – ответы в сюжете. На сосульки работники управляйки смотрят свысока, под крышами не ходят, трудятся над ними. В этом году задача сложная – снега выпало много. Убирать его начали с 9 января. Обычно до февраля о сосульках и не вспоминали, а нынче они уже тут как тут. Андрей Селезнев хоть и трудится в должности печника, зимой на крыше лазит вовсе не трубы проверять. Замечают, уборка сосулек и снега – не такая простая работа. Здесь нужна еще и предельная аккуратность. Кровля покрыта шифером, с нее что-то сложнее. Во-первых, волна мешает. Во-вторых, он старый в основном на этих домах. И как бы ломается, если неосторожно. Надо придавливать инструментом, чтобы снять снег. Хлопот доставляют деревья, провода, припаркованные машины и сами люди, игнорирующие городительную ленту. Хотя многие прохожие прекрасно понимают – это небезопасно. Возле дома, когда шел домой с работы, падала сосулька рядышком. Было страшно, конечно, что что-нибудь случится, что куда-нибудь на голову упадет. Обычно не хожу под домами, случай повался такой. Снежные шапки на крышах чреваты не только угрозой схода. Талая вода на кровле тоже не сулит ничего приятного. Весной начинается течь кровли, то есть это течет по проводке, по стенам. Если есть где-то нарушение, шифер старый в основном на домах, то, естественно, это потом грозит протечкой в квартиры, в ремонт. Ну, чтобы лишние затраты нести, проще убрать снег зимой. Заранее, так сказать, подготовиться к весне. О необходимости делать это специалисты напоминают и жителям частного сектора. Тем же, кто живет в многоквартирных домах с нечищенной крышей, стоит обращаться за услугой в свои управляющие компании или сообщать в ЕДДС по телефону, указанному на экране. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. В социальной сети обошло сообщение о том, что курсанта ДВОКУ, выстрелившего себе в голову, хотят отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Панику подняла якобы неравнодушная горожанка и даже объявила сбор средств на операцию молодому человеку. В областной больнице эту версию опровергли. Во-первых, нахождение на аппаратах жизнеобеспечения процедура абсолютно бесплатная. И просто так отключить пациента право никто не имеет. Во-вторых, состояние курсанта крайне тяжелое. Ни о какой операции речи не идет. Напомним, трагедия произошла 20 января на полигоне ДВОКУ. Предположительно, первокурсник пытался покончить с собой из-за проблем с возлюбленной. По факту случившегося ведется расследование. Монету стоимостью в 5 миллионов рублей другие реликвии выставили в холле Краеведческого музея. Правда, экспозиция с названием «Легенды русской чеканки» собрала не подлинники, а реплики. Термин «реплика» в буквальном смысле означает «точная копия». 12 таких экспонатов в музей передал коллекционер, который пожелал остаться неизвестным. В некотором смысле эти предметы даже лучше, чем оригинал, признались специалисты. По истечению тысячи лет можно где-то не разглядеть, например, Иисуса Христа, где-то не аверса, не реверса. А здесь представлены экземпляры, полностью восстановленные новейшими технологиями. Золотник князя Владимира – самая старая, выпущенная в начале 10 века, и редкая монета. В мире существует всего 11 экземпляров. Фамильный рубль Николая I признан самым изысканным. На реверсе представлено древо династии Романовых. Что примечательно, в оборот монета так и не вошла. Хранилась только у самых близких родственников. А червонец-сеятель был выпущен уже в СССР. Экспонат настолько ценится, что в 2008 году на аукционе ушел с молотка за рекордные 5 миллионов рублей. Горожан приглашают к участию в конкурсе «Огни ночного Благовещенска». Все, что для этого нужно, снять в темное время суток виды областного центра. Автору самой творческой видеозарисовки городские власти вручат приз – экшн-камеру. В последнем кадре ролика организаторы хотели бы видеть графическую надпись «Благовещенск-2017». Там же авторов просят указать свою фамилию и имя. Контактный телефон можно написать прямо в письме. Ролики и ссылки на них принимают до 24 февраля по адресу электронной почты, что на экране. Хотелось бы, чтобы поучаствовали жители всех возрастов. Не только, допустим, взрослые, видеооператоры, которые уже имеют большой опыт, но и обычные любители, которые могут снять этот ролик даже на телефон. Мы не ограничиваем ни в размере, ни в длительности ролика. Главное, чтобы не сжимали ролики при отправке, потому что мы их планируем в дальнейшем показывать на площади имени Ленина. Свечу памяти зажгут 27 января в Благовещенске. Традиционную акцию приурочат к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В пятницу с 16 до 18 часов волонтеры будут раздавать информационные памятки в районе Универмага, торговых центров Мега и ОТИДО. А в 19 часов участники акции – студенты, проживающие в общежитии училища культуры, выстроятся у окон со свечами в руках. Так, чтобы с фасада засияла цифра 73. Почтить память защитников Ленинграда Благовещенску смогут и в своих квартирах. Для этого нужно выключить свет и зажечь свечи. Примет участие в акции и семья героини нашего следующего сюжета. Причем гореть у них в руках будут непростые свечи. Их Благовещенская мастерица делает вручную. Секретами своего творчества она поделилась с Марией Селезневой. В первую очередь парафин нам нужно будет растопить на водяной бане вместе со стеарином. Четыре горсти парафина плюс одна стеарином. Последний необходим, чтобы итоговый продукт не дымил и не чадил. Вот и весь рецепт. И этого количества хватит на две свечи. Снимаем чашку с огня и сразу добавляем краситель. В домашних условиях ну что у нас подойдет? Это восковые мелкие банальные, которые продаются в любом канцелярском магазине. Делаете из них стружечку и вот они пойдут в качестве красителя для свечей. Не забудем пять капель отдушки. Мьей может стать любой аромамаслом. В форму вставляем фитиль, фиксируем его посередине и заливаем парафин. Разборные силиконовые формы мастерицы тоже ручная работа. Их Алла Полушковская заказывает в Москве и Краснодаре. Но начинала рукодельница творить из подручных материалов. Любую подходящую посуду, даже в стакане можно сделать, в обычном стакане можно сделать вот такую свечу. То есть можно ее сделать разноцветную, послойно заливая. То есть идеи будут разные, да, как бы фантазия у человека. Можно поступить проще. Даже пакет из молока может стать отличной формой для свечи. Застывать свечи должны исключительно при комнатной температуре. Если убрать изделие в холод, может потрескаться. Отливать свечи Благовещенка начала полгода назад. Сколько петушков, шишек и елок смастерила за это время, не считала. Говорит, не меньше пары сотен. Большинство разошлись по друзьям и знакомым. Но и в доме самой рукодельницы огни ручной работы зажигаются теперь каждый вечер. Мария Селезнева, Михаил Величкин. Программа «Город». Благовещенцам предлагают поучаствовать в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Наша страна присоединилась к нему три года назад. А в этом году она станет хозяйкой фестиваля. Он пройдет в Сочи с 14 по 21 октября. Ожидается, что туда съедутся больше 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Поучаствовать в нем смогут и активные благовещенцы. Это представители молодежных НКО, молодые предприниматели, представители молодых семей, также талантливые ребята, спортсмены, молодые, в возрасте от 18 до 35 лет. И, соответственно, по своим направлениям они будут проходить обучающие площадки, обмениваться опытом. Попасть на фестиваль в качестве участника несложно. Достаточно лишь зарегистрироваться на сайте russia2017.com до 14 апреля. Самые амбициозные молодые люди отправятся в Сочи. Правда, перелет им придется оплатить самостоятельно. На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, новости всегда в открытом доступе на tvgorod.rf. Связаться с новостной редакцией можно по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Субтитры подогнали Симон.